Роджера Диккенса называют живой легендой и одним из лучших операторов в истории. Его 15 раз номинировали на Оскар, но выиграл он лишь однажды, получив статуэтку за операторскую работу в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Привет, с вами Игорь Максимов, а текст написал Николай Кубрак. И сейчас мы расскажем о пяти правилах, которых придерживается оператор Роджер Диккенс на протяжении своей карьеры. Диккенс начинал карьеру в 70-х, снимал документальные фильмы для британского телевидения. На одном из проектов его на 9 месяцев отправили в кругосветное путешествие на яхте. В таких условиях нужно было максимально экономить пленку. Этот опыт научил оператора продумывать все заранее и подолгу готовиться к съемкам. С тех пор это одно из главных кредо Диккенса. Рекордный по времени подготовительный период пришелся на предпродакшн «Бегущего по лезвию 2049». Он длился ровно год. Режиссер Дэнни Вильнев доверил Диккенсу все ключевые решения, от выбора объективов до цветового оформления сцен. Поэтому оператор активно участвовал во всех этапах подготовки, от создания раскадровок до 3D-визуализации. Диккенс часто говорил в интервью, что у него нет единого стиля, и что он всегда отталкивается от нужд проекта. Таким образом Диккенс подошел и к съемкам 19.17. Режиссер Сэм Мендес решил снять фильм одним кадром. Читая пометки в сценарии, Диккенс долго не верил, что Мендес действительно намерен все сделать именно так. Когда режиссер объяснил замысел, оператор согласился и начал подготовительный период, который занял почти 9 месяцев. Весь съемочный процесс, включая тайминги, проезды камеры и внутрикадровый монтаж, был продуман еще до строительства декораций. Мы начали планировать в августе 2018-го, а съемки начались в апреле 2019-го, и за это время можно было ребенка выносить. Поначалу мы с Сэмом просто говорили о концепции и том, как бы найти подход к этому проекту. А потом у нас появились исполнители главных ролей, Джордж Маккей и Дин Чарльз Чапмен, и мы стали проводить с ними репетиции. Сначала в чистом поле, с вбитыми в землю колышками для ориентира, и чаще всего делали это под проливным дождем. А я все снимал это на маленькую мыльницу, что мы будем делать и как это все будет выглядеть. Потом продумывали каждый кадр, потому что от этого зависели декорации, длина и структура траншей. Далее дошли до сцены с самолетом и локации, где находился заброшенный фермерский дом с садом. И там уже работали с реальным съемочным оборудованием, которое я собирался использовать. Но тогда еще ничего не было построено, и мы просто перемещали колышки, как будто очерчивая пока что несуществующие декорации и путь для камеры и актеров. Мы прикидывали, как быстро ходят актеры и сколько времени у них занимает каждая реплика. Все надо было рассчитать по секундам. И когда дело дошло до съемок, мы поняли, что самое сложное в итоге осталось позади. Теперь все точно знали, что им нужно делать. Диккенса можно считать полноценным соавтором каждого проекта, над которым он работал. Он участвует в производстве с первых до последних дней и во многом определяет визуальный стиль фильма. Во многих интервью Диккенс отмечает, что самое важное для него – рассказать историю. Любые решения он принимает только после подробного разговора с режиссером о смысловом подтексте сцены. Задача Диккенса – не удивить зрителя красивым кадром, а показать содержательную визуальную метафору, которая двинет историю вперед и откроет новые подтексты. Такой подход вдохновлен любимыми фильмами режиссеров Диккенса, в особенности Андрея Тарковского. Иваново детство Диккенс называет одной из важнейших картин в своей жизни. Конечно, вдохновляется он и работой операторов, которые эти фильмы снимали. Операторы Вадим Юсов и Георгий Рерберг – мои кумиры. Это боги среди нас, простых смертных. Снятые ими Солярис и Зеркало тоже можно добавить к моим любимым фильмам. И там дело не в прямых, понятных нарративах, а в использовании визуальных образов и звуков для рассказывания истории. И это может быть сильнее, чем любые слова. Такое кино вызывает у меня серьезный эмоциональный отклик. Визуальные метафоры Диккенса просты и понятны. В «Играх разума» он намекает на главную тему фильма с помощью отражений. Монументальную обитель Воллеса в «Бегущем по лезвию-2049» оператор одним лишь светом превращает в храм. Камера статична, но свет постоянно в движении. Это достигается перемещением световых панелей. А, например, история 1917 закольцовывается через простой лейтмотив – желтый цветок. Интересно, что желтый цвет проходит через все повествование и в 19.17, и в «Бегущем по лезвию-2049». Только в 19.17 добавился еще один важный лейтмотив – белые цветы вишни, которые, благодаря монологу одного из героев, стали символом надежды. Камера у Диккенса всегда работает в доступном изложении истории. Его излюбленный метод – использование широкоугольного объектива в портретных кадрах. Таким образом, он показывает окружение персонажа, которое всегда рассказывает его историю. «Быть шерифом и старикам тут не место» – с первых кадров говорит нам о его усталости и неприятии современного мира. Обратите внимание на вещи и фон – старая посуда и лампа, типично стариковские бледно-желтые цвета и старое кривое дерево в окне. Они будто кричат о ретроградстве героя. А почти все портреты Кея из 2049 показывают его одиночество и оторванность от других персонажей. На фоне него, наоборот, много пустых пространств. Одиночество героя Диккенс раскрывает и с помощью широкоугольной оптики, но уже в общих планах, где Кей почти всегда отдалён от собеседника. Эстетика «Бегущего по лесу» 2049 создаётся при помощи съёмки широкоугольным объективом, обрамлений, кадрирования и густого света. Из сочетания этих элементов рождаются величественные общие планы, ставшие визитной карточкой фильма. Но Диккенс подчёркивает, что сам никогда не любуется подобными кадрами, потому что старается думать обо всей истории сразу и о том, как соединить это всё воедино. Весь масштабный замысел 1917 тоже обусловлен простой идеей – максимально вовлечь зрителя в мир фильма и таким образом вернуть память о многими забытой войне. Хаос военных баталий показан через длинные планы. Героям по сюжету нельзя останавливаться, как и сопровождающие их камеры. За счёт непрерывных планов создаётся иллюзия, что весь ужас, происходящий вокруг, действительно не знает конца. Именно поэтому режиссёры часто прибегают к такому приёму в батальных сценах. Будь то спасти рядового Райана или дитя человеческое. 1917 стал новым вызовом для Диккенса. Оператор всегда любил статичные планы. Они всегда позволяют зрителю отдохнуть от действий и подумать о философии фильма. Но в 1917 ситуация противоположная. Весь съёмочный процесс – это бесконечная эстафета с бегом, прыжками в окопы, падениями и взлётами. Подобная динамика раньше была не свойственна Диккенсу, но именно в этом его уникальность. Как мы упоминали в начале, оператор утверждает, что у него нет своего стиля. Диккенс не ищет экзотических локаций, а поэтизирует повседневность. Возможно, именно поэтому оператор так успешно сотрудничал с братьями Коэн. Большинство картин, снятых Диккенсом, реалистичные и камерные, а блокбастеры и фантастика – скорее исключение. Оператор всегда старается сделать мир фильма как можно более естественным, чтобы зрителю не приходилось задумываться о том, как это снято. Основные сложности в работе Диккенса – не технические, а концептуальные. Диккенс рисует воображение и конкретные условия и старается максимально точно воплотить их на экране. Поэтому для него очень важна погода. Например, снимать пленец изначально решили в темных тонах, и оператор следовал этой идее до последнего. Сложность была в том, что в фильме слишком много уличных сцен. Становится жутковато от того, что во всем фильме не было ни намека на солнечный свет, несмотря на то, что мы снимали в Атланте. На второй день вышло солнце, и Роджер сказал «Пойдем в помещение». А я такой «Действительно?» А он сказал «Да, я не люблю солнце». А я ответил «Но у нас впереди 60 дней съемки, ты собираешься прятаться каждый раз, когда будет солнце?» Да. Вероятно, нужно быть 10 раз номинированным на Оскар, чтобы просить о таком. Погодные условия помогают Диккенсу сделать кадр насыщенным, будь то необычный рассвет над пустошью, или обильные осадки в городском пейзаже. Иногда создавать культовые кадры удается благодаря счастливым моментам. Так операторы называют непредсказуемые подарки погоды, вроде появления в окнах солнечного света. Но даже без них и без искусственно созданного дождя, Диккенс всегда знает, как заполнить пространство кадра. Например, цветом, как в «Бегущем по лезвию 2049». Или обилием незначительных деталей на фоне, как в любом из фильмов «Братьев Коэн». Вспомните хотя бы эпизод с продавцом на заправке «Старикам тут не место», где фон увешан хомутами, а позади огромное открытое пространство. Или в том же «1917», где среди длинных планов всегда есть акцент на фоне. Останки погибших в окопах, разрушенная артиллерия или трупы животных. Избегать банальности в бытовых сценах Диккенсу помогают такие же простые приемы. Он часто использует обрамление и кадрирование, направляющие линии, как в этом кадре из Бартона Финка, и другие элементы визуальной геометрии. Также оператор часто играет с отражениями. Особенно прекрасными в своей простоте решениями наполнен побег из Шелшенка. Цвет в этом фильме всегда точно передает настроение героев. А необычные ракурсы наглядно показывают эмоциональный тон сцены. Например, в эпизоде, где начальник тюрьмы срывает плакат, камера фокусируется на глазах и медленно удаляется от них, показывая удивление героев. Еще более яркий пример – культовый кадр под дождем, ставший символом свободы. Камера долго находится снизу, скрывая окружение, а потом медленно поднимается, наполняя кадр свободным пространством. Культовая сцена сна в Большом Любовске тоже сделана максимально просто. При просмотре кажется, что все происходит в огромной комнате, но это не так. Иллюзию создают глубоко расположенные камеры, темные декорации, углубляющие перспективу направляющие линии, черно-белый цвет пола, и заполняющие мягкий свет, избегающие теней и отражений. Диккенс предпочитает использовать одну камеру. Это позволяет сохранить единый стиль и заранее продумать все визуальные приемы, от ракурсов до расположения света. В том, что касается света, оператор часто ограничивается минимумом, используя три источника освещения, причем часть из них обязательно находится в самом кадре. Он использует практическое освещение, ведь оно добавляет дополнительный антураж. Это могут быть лампы в закусочной, которые делят кадр на части, или неоновое освещение улиц будущего. Даже в сиквеле «Бегущего по лезвию», где свет предельно важен, снимая лица героев, Диккенс использует классические методы Голливуда середины 20 века, к примеру, контурный свет. Чтобы лишний раз не прибегать к спецэффектам, Диккенс часто применяет форсированную перспективу. Это оптическая иллюзия, когда персонаж или предмет кажется больше других элементов кадра, потому что располагается ближе к камере. Этот приём он использовал в Skyfolio, а затем применил в знаменитой сцене с голограммой в «Бегущем по лезвию» 2049. Ану де Армос отсняли заранее и спроецировали на светодиодный экран размером 40 на 30, поэтому перспективы и свет ощущаются как настоящие. Диккенс использует простые цветовые решения. Зачастую кадр строится на двух контрастных цветах. Источников света в большинстве сцен тоже лишь необходимый минимум, и многие из них на виду. Движения камеры, которые чаще всего фокусируются на актёре, максимально функциональны. В юности Диккенс начинал с живописи и графического дизайна, а потом перешёл к фотографии. Она и стала его мостиком к кино, сначала документальному, а затем художественному. Поэтому стиль Диккенса до сих пор базируется на основных приёмах работы с цветом и светом, о которых мы говорили в отдельном видео. В каждом фильме Диккенса можно найти пример того, как какой-нибудь важный для повествования элемент выделяется за счёт контраста. Например, при портретной съёмке оператор часто затемняет одну половину лица героя, оставляя вторую светлой. Причём свет выставляется так, чтобы освещение лица было реверсивно освещению на фоне. Получается двойной контраст. Что касается цветового контраста, то Диккенс любит противопоставлять синий и жёлтый. Это можно проследить по Скайфолу и Бегущему по лезвию 2049. Ещё более простой пример контраста – использование света почти в полной тьме. Из таких кадров Диккенса можно составить отдельный материал. Подобный приём он использует в побеге из Шоушенка, в играх Разума и в трусливом Роберте Форде. Диккенс не стремится удивить зрителей, а воссоздаёт реалистичную картинку. Поэтому он часто работает при естественном освещении. Например, в пленницах, убийце и старикам тут не место. Диккенс любит так называемое режимное время. В кинематографе так называют сумерки. В таких условиях проще всего показать выраженный контраст цвета и обратить внимание зрителей на важную деталь. Порой благодаря такому таймингу рождаются величественные полотна, как в знаменитой сцене из «Убийцы». Диккенс часто работает в низком ключе, освещая часть изображения. Так проще выделить главное. Особенно хорошо в этом стиле выделяются силуэты. Это один из любимых приёмов оператора. Затемнённый силуэт стал лид-мотивом Скайфола. С помощью этого приёма оператор не только обращает внимание на детали, но и знакомясь зрителя с персонажем, показывая силу ударов, энергетику тела и стиль движений. Это быстрее и понятнее любой экспозиции. Тёмные силуэты в этом случае также служат отличным акцентом для зрителя, внимание которого не должно рассеиваться в экшн-сценах. Иногда даже получается своеобразный театр теней, во время которого зрители пристальнее всматриваются в детали, как в сцене из Скайфола с дракой на фоне медузы. Диккенс любит работать с цветным освещением. Например, освещение в «Бегущем по лезвию 2049» — полноправный участник повествования. Диккенс рассказывает историю, подбирая палитру под каждую локацию и делает цветовые акценты на лицах персонажей. Оператор не всегда пользуется простыми базовыми методами. Ради отдельных сцен приходится хитрить и даже мастерить осветительные приборы дома. Эта привычка появилась у Диккенса во время съемок документального кино, когда он был ограничен в средствах. Из начала карьеры тянется и стремление Диккенса делать все максимально просто, используя естественное и практическое освещение. В «1917», равно как и в «Убийце» и в «Трусливом Роберте Форде», оператор старается как можно чаще использовать настоящий свет. Диккенс ждет необходимых условий, отслеживая прогноз погоды по приложениям. Такое терпение вознаграждается впечатляющими сценами, как, например, кульминация «1917», полностью снятая при свете солнца. Особенно Диккенсу удаются ночные сцены. Большинство знаменитых кадров оператора приходится как раз на темное время. И зачастую в них фигурирует огонь, как в развязке Скайфола, экшн-сценах «Убийцы» и беге среди городских развалин в «1917». Именно в них работа на контрасте заметно лучше всего. Но в особенно удачных сценах Диккенс расширяет палитру, добавляя синего зарева. Она сопровождала эффектный прыжок во время погони в «1917», начало боевой сцены из «Морпехов» и многие ночные эпизоды «Старикам тут не место». Без искусственного освещения подобные пейзажи обходятся редко. Так, для сцены из «1917» выстроили пятиярусную стену с двумя тысячами лампочек, чтобы света на общем плане точно хватало. Таким образом, Диккенс имитировал огонь. Свет от ракеты тоже имитация, созданная манипуляциями с искрами и светодиодами. Если же попытаться отыскать у Диккенса универсальный повторяющийся элемент стиля, то это будут сцены с фонариками. Общие планы получаются выразительными, хотя из света в кадре только небольшие осветительные приборы в руках героев, как в ночных сценах из «Пленниц» или во временной казарме под немецким окопом в «1917». Как именно Диккенсу удается столь сложная работа, до сих пор загадка. Он утверждает, что источников света в таких сценах больше, но не объясняет, как их используют. В помещении оператор работает не менее филигранно. В каждой темной сцене он в самом начале нарочито показывает зрителю, что почти все источники света есть в кадре, а потом делает на них акцент, добавляя барочные эстетики, свойственные картинам Рембрандта или Кавараджо. В «1917» с помощью пары свечей одного закадрового источника света снята сцена с Колином Фёртом. А особенно уютно и живописно выглядит эпизод во французском домике с девушкой и ребёнком, где явно чувствуется вдохновение классической живописью. Но в основе всё тот же принцип контрастности, а также объём за счёт светотеней и моносвета. Диккенс не изобретает ничего нового в том, что касается освещения. Его схемы расстановки света всегда просты и понятны. Они полностью подчинены задачам конкретной сцены и служат акцентами для зрителя. Диккенс не видит смысла перегружать кадр светом и изобретать велосипед ради мнимой красоты. Его задача – показать работу актёров и рассказать о том, что их окружает. Диккенс не любит графику и эффекты. Он старается создать на съёмочной площадке именно такую сцену, которая войдёт в финальный монтаж без изменений. Даже в «Бегущем полезу» и в знаменитых оранжевых сценах в Лас-Вегасе нет цветокоррекции. Оператор просто применил фильтр такого же оттенка. Во многом Диккенс консервадивен, а иногда он даже делает ворчливые высказывания. Например, такое. Я скучаю по плёнке. Я бы хотел жить во времена, когда было только черно-белое кино. И мне кажется, я бы там пригодился больше, чем здесь. Или такое. И если честно, я склонен смотреть старые фильмы, потому что я думаю, что последние фильмы довольно дерьмовые. Простите. Но 70-летнего оператора нельзя назвать ретроградом. Он легко принимает любые новшества, если того требует фильм. Например, Диккенс с лёгкостью перешёл на цифровые камеры и отметил, что изменилась только нагрузка на его спину. Методы съёмки остались теми же. Сегодня он регулярно говорит о преимуществах съёмки на цифру и не собирается возвращаться к плёнке. Также спокойно Диккенс относится и к 3D. В некоторых случаях он считает технологию полезным инструментом. Оператор даже как-то говорил, что не прочь посмотреть «Космическую Одиссею» в таком формате. При своей любви к естественному свету и цвету, Диккенс не отказывается от цветокоррекции, если того требует замысел. «О где же ты брат?» – братьев Коэн стал его первым фильмом, полностью покрашенным на компьютере. Процессом руководил сам оператор. Главное свидетельство современного мышления Диккенса – желание ставить перед собой новые смелые задачи. Серьёзным вызовом для него стала работа над «Бегущим по лезвию 2049». Диккенсу нравится оригинальный фильм. Но он не любит ремейки и сиквелы. Тем не менее, его покорили идеи Вильнёва, режиссёра, с которым он до этого работал дважды. Желание создать самостоятельную историю с уважением к оригиналу и полное доверие его решениям в вопросах визуальной эстетики подкупили оператора. Столь масштабный проект был вызовом для Диккенса, который нечасто снимал фантастику. 70-летний оператор успел даже немного поработать в анимации. Он с детства мечтал делать мультфильмы, но пришёл к этому только в старости. Во время создания Вайли перед авторами Pixar стояла задача сделать анимацию более живой, и поэтому они пригласили Диккенса в качестве консультанта по освещению. В итоге, после пары лекций, ему предложили полноценное сотрудничество на протяжении всего съёмочного процесса. Также Диккенс приложил руку ещё к нескольким мультфильмам, «Ранга» и трилогии «Как приручить дракона». Но главным вызовом был 19-17. Первый опыт Диккенса в столь длительной съёмке одним дублем. Помогло планирование. Каждая сцена была заранее продумана и отрепетирована. Камеру передавали, как эстафетную палочку от одного оператора другому. А в эпизодах, которые было невозможно снять одному человеку, активно использовался «Кран» и стабилизатор «Тринити». В некоторых сценах операторская группа насчитывала 14 человек. Для каждого был рассчитан свой тайминг. Один должен был вовремя снять камеру с крана, запечатлеть часть сцены и передать её следующему. И так далее. Для удобства команда вырыла дополнительную траншею, а все склейки спланировала по таймингу заранее. Самый долгий непрерывный кадр занял около 9 минут, а на каждую сцену требовалось от 15 и до 40 дублей. Выполнять такие пюроэты с тяжёлым оборудованием было бы почти невозможно, поэтому оператор обратился к компании iReflex с просьбой отыскать для него мини-версию камеры Alexa. На момент начала съёмок такого попросту не существовало. Но Диккенс был столь непреклонным, что компания предоставила ему три разных прототипа. 70-летний оператор утверждает, что главное для него не награды или признание, а удовольствие от съёмочного процесса. Каким будет новый большой вызов в карьере одного из главных операторов эпохи? Пока загадка. А на этом всё. Пишите в комментариях, какие ваши любимые фильмы есть у Диккенса, и на каких ещё операторов стоит обратить внимание. А также переходите в наш паблик ВК и Телеграм-канал. Там вы найдёте множество текстовых разборов видеоигр и кино. Ссылки будут в описании. А с вами были Игорь Максимов и Николай Кубрак. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...